сейчас слышно друзья привет если вы здесь сам поначалу я имею ввиду не 7 минут назад примерно два месяца назад то о чем мы говорим назван таким большим заголовком почему же все таки его назвали и все вот эти наши беседы и встречи про то что происходит с английским народом на протяжении истории ведут к ответу на этот вопрос почему же конце концов где-то там в начале двадцатого века не назвали свой новый город и мы уже говорили про многое что такое вообще и разные плена в мире которые похожи на нас что произошло с нами постоянно против рима и войны как судьба нас разбросила по всему миру и что с нами происходило и так далее и так далее и то чем я хочу поговорить сегодня я на самом деле наша предпоследняя беседа под этим заголовком почему же вы назвали в следующий раз скажу почему сегодня хочу поговорить про этап еврейской жизни еврейской истории который не так часто освещается особенно на русском языке а именно про борьбу грейского подполья против английской власти здесь до того как англичане решили уйти отсюда и отдать всю тему эти свои земли израиля вон чтобы он решали как жить дальше на самом деле главная причина того что англичане решили взять и идти отсюда это именно еврейская подполья и точнее три разные резкие организации их борьба против английской империи в нашей сегодняшней беседе мы на самом деле сделаем такой серьезный зум и на одну из этих организаций но в общих линиях я вам что скажу про что мне тоже секунду настроить секунду 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 там 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 что происходит а секунду 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 я надеюсь что вы Видите то, что здесь происходит? Лега, 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 лега. Я знаю, что это не очень интересует вас, не должно, но я просто на другой платформе, здесь на другом компьютере, не совсем все еще понимаю, как оно работает. Легкий момент истерики. Но я надеюсь, что он скоро закончится. Вот он. Привет. Хочу вам показать. Это она. Почему ты не показываешься? Сейчас нам покажется. В 1917 году происходят две вещи. Происходят относительно близко друг к другу. Обе они меняют жизнь еврейского народа и меняют будущее вот этой земли, где часть из нас находится в этот момент и общается. Первая вещь это ноябрь 17-го года, 2 ноября, когда дядя на этой фотографии Лоуд Баршу, английский министр странных дел, провозглашает что-то, выдает некое провозглашение. Которое еврейский мир слышит и уверен, что все фактически пришел Мессия. Настали идеальные времена, и все то, о чем мы мечтали, будет после завтра. И что говорит Лоуд Баршу? Он говорит следующее слово. Он говорит, правительство его величества, английское правительство, положительно смотрит на основании еврейского национального дома против турок, и они заинтересованы, это большая политика, есть много интересов, они заинтересованы в поддержке евреев. И тех евреев, которые здесь, потому что всегда полезно, и больших мировых евреев, потому что они уверены, что везде, в каждом центре силы в мире есть какой-то там еврей. И чтобы облегчить свою войну и свои боевые действия, выдали некое провозглашение, которое на самом деле ничего не значит. Правительство его величество положительно смотрит на создание еврейского национального дома и Палестана. Что значит положительно смотрит? Не знаю. Может издалека поддерживает, рассматривает, что положительно смотрит. Что значит национальный дом? Никто не сказал независимость, никто не сказал государство, государственность, национальный дом. Что значит in Palestine? Где это Палестань вообще? Почему она называется Палестань? где начинается, где она заканчивается, когда, сколько, как, все это нет. Национальный дом инбаристы. Но еврейский народ и здесь, и в принципе в мире, услышит это провозглашение и счастье бесконечное. Потому что вдруг пришла огромная мировая империя. Самая большая и сильная в мире. Пришла и сказала, что вот в принципе мы поддерживаем ваши идеи, ваш общий настрой. Давайте возвращайтесь на здоровье. А в нашем прошлом такое же было. Как минимум один большой глобальный раз. Две с половиной тысячи лет до этого. В минус в шестом веке, когда Ксеркс, царь Персии, пришел и сказал то же самое. Мы были в изгнании, были сбросаны по востоку того времени. В основном сидели в Убилоне. Пришел царь Персии, скушал Ближний Восток и сказал нам и время, в принципе, хотите, давайте домой, я не против. И часть из нас пришла домой, построив второй храм. И врезка жизнь перевернулась. И вдруг мы переживаем похожий момент. Нет слова писать. Насколько это наполняет нас счастьем и насколько это наполняет нас любовью к английской империи. Прям вот молодцы англичане, братья навеки, любим мы их большую любовью и вообще лапочки. Проходит примерно месяц. И происходит второе большое событие времени, которое нас касается. А это то, что вы видите на экране сейчас. А вы видите на экране сейчас или нет? Дайте знать что-то, звук, кивок, какой-то признак жизни. Эй, люди, видите ли вы мой экран? Мы видим много маленьких картинок из твоего компьютера. Окей, а сейчас одну большую? Еще нет. Нет, также много картинок маленьких. секунду, попытаюсь что-то с этим сделать. Может быть, нажал стоп трансляция и тогда оно остается, а ты продолжаешь делать, что хочешь. Нет, если уже наоборот. Секунду, пять. Сейчас? Вот, сейчас есть. Окей, сабаба. Сложно, но будем жить как-то. То, что вы видите сейчас, это другое событие того времени. Если вы немножко ходили по Израилю, особенно по Иерусалиму, вы узнаете это место. Таярские ворота, снятые изнутри. Если присмотреться на самих воротах, на самой двери, турецкий символ, полумесяца звезда. Но человек, который так вот гордо проходит через эти ворота пешком, он не турок, он английский фельдмаршал Аленби, который главнокомандующий английских сил здесь, в Ближнем Востоке, и только что английская армия захватила или освободила смотря кого спрашивать, спрашивать город Иерусалим. И Аленби заходит в город победоносно. И в своей голове, и в менталитете Англии того времени, это декабрь 17-го года, это фактически Ричард Блинное Сердце вернулся. Крестовые походы опять через 600 лет, только вот с успехом, даже больше, чем 600. Он заходит пешком специально, чтобы показать свою скромность и понизить голову перед великим городом и так далее, англичане заняли Иерусалим, и англичане занимают эти свои вообще. При этом обещали нам красивые обещания. И когда все это происходит, мы в полной эйфории, мы в счастье безграничном. Не только обещали и провозгласили намерения, но вот уже оно происходит, вот они уже здесь. Жизнь меняется. Османская турецкая империя, которая управляла этой землей, исчезает. И мы под властью англичан, под властью Лондона. Только относительно быстро становится ясно, что может быть обещание это хорошо и красиво, но воплощать их в жизнь как-то сложнее. Мы здесь не одни. Вокруг нас есть арабское население. И арабское население начинает волноваться и задавать вопросы. Почему мы под английской властью? Что за евреи приезжают? Кто вообще у нас главный? Кто мы вообще такие? Палестинцы, не палестинцы? Что происходит? Им поднимаются арабские волнения, которые превращаются в беспорядки, которые превращаются в погромы. У всего этого есть некое лидерство. И англичане не только не очень стараются, но не только не останавливают то, что происходит и предотвращают погромы и так далее, иногда даже кажется, что они немножко подталкивают в этом направлении. А если честно, это что-то, что английская империя в принципе делала. Куда бы она ни приходила. Идея просто разделяя властвую. Ты пришел, есть местные какие-то люди, ты немножко сделал так, чтобы они все ссорились между собой. Это значит, что никто не ссорится с тобой. Ты сидишь, пьешь чай каждый день после обеда, пока местные друг друга весело убивают. А тебя не касается, тогда власть остается. Во многом это то, что происходит у нас. И наше мнение по поводу того, кто это за англичане, что их сюда прибегуло, как с ними жить дальше, очень-очень медленно начинает меняться. Мы создаем сначала одну подпольную организацию, которая называется Агена, оборона. Она станет самой большой, из нее вырастет в конце армия обороны израиля. Идея Агены, она создается очень рано, в 1920 году. Идея Агены звучит примерно так. В сторону англичан, вот этих ребят на фотографии, мы считаем, что наши интересы, наш еврейский народ, вообще, сирийское движение, евреи здесь, наши интересы и английский полностью совпадают. Это идеальное совпадение. Вообще, мир дружбы фестиваль на веки веков. Если вдруг что-то работает не так, то может быть это ошибка, может быть, кто-то как-то немножко глуп поступил, может быть, в крайнем-крайнем случае, англичане, которые нами здесь управляют, они действительно немножко укс, но в Лондоне сидят большие, потрясающие, волшебные англичане, которые за нас, и если мы с ними поговорим, мы обо всем договоримся. В сторону арабского национального движения, в сторону погромов, которые здесь происходят, Агана говорит следующую вещь. Мы живем своей жизнью. Мы фермеры, мы водители автобуса, мы учителя в школе, мы просто люди. Но, когда начинается очередная волна погромов, мы идем, берем оружие и идем защищать наши города, районы, кибуцы и так далее. Занимаем позиции. Защитили, оружие обратно на склад, секретное, потому что нельзя, оружие обратно на склад, а потом идем жить своей жизнью. Это Агана. С англичами дружим, в сторону арабов, стоим на заборе, если нужно. Так же будет. Только в 1929 году происходит плохой погром. Не то, чтобы были хорошие, но этот особенно тяжелый, особенный долгий, особенно кроводолитный, я знаю, что это не по-русски, но не важно, особенно много крови. Погибает 133 еврея по всей стране, в основном в городе Хабон. И англичане на этот раз особенно неприсутствуют. Вот просто повернулись, ничего не происходит. И после 1929 года в Агане в самой организации начинаются разговоры. А где мы были? А как мы позволили, чтобы вот оно произошло? Ощущение бесконтроля, ощущение неэффективности, зачем, что, где, как? И все эти споры приводят к расколу. Из организации Агана, одно первое подполе, отключается другое, второе, которое через какое-то время будет называться Эцель, Иргун Цваи Леуми, Народная Военная Организация. И что говорит Эцель? Эцель говорит в сторону арабских погромов. Мы, как Агана, учителя, водители, фермеры и так далее, когда начинается идем на позицию и защищаем. Но, говорит Эцель, мы более активны. Мы смотрим и видим, кто начинает заваривать погромы в другой стороне. Еще до того, как начались беспорядки, началось убийство, мы пойдем туда и уберем, кого нужно, чтобы не началось. А если началось, мы, когда уже все закончилось, пойдем и найдем тех, кто начал. Мы более профессиональные в плане оружия и управления этим оружием и так далее, и так далее. А в плане англичан Эцель говорит следующую вещь. Да, наши интересы и интересы английской империи полностью совпадают, но англичане этого не понимают. Они считают, что евреев мало, арабов много. Лучше поддерживать арабов. Эцель говорит, это ошибка. Они еще не знают, но это ошибка. На арабов, на ближневосточных лидерах не положишься по-настоящему. Лучше для их же английской империи, чтобы они дружили с нами, несмотря на то, что нас мало. И мы должны показать им, что мы тоже фактор, что у нас тоже есть сила, что мы тоже можем взяться за оружие, если нужно. И тогда они опомнятся и переключат свою поддержку в нашу сторону в мир дружбы фестиваля «Дуванчики». Эцель и Агана существуют вместе и параллельно на протяжении 30-х годов. Это сложное десятилетие. Это сложное десятилетие, потому что в Европе приходит в власти нацистская партия, в Германии. Нацизм поднимается. В странах по периметру поднимаются прочие фашистские, как и в антисемитских движениях и рассказывания, настроения. Это сложное десятилетие, потому что у нас здесь здешнее арабское население поднимает фактически тотальный бунт против англичан и заодно убивает евреев. Это начинается в 36-м году, и это заканчивается в 39-м секунду до войны. При этом не просто заканчивается. Когда закончилось, англичане дают другое обещание. Это 39-й год. 22 года прошло с декларацией Байфура и с того, как они пришли сюда. И сейчас, говорят англичане, совершенно другую вещь. И им три высказания. Высказание номер один. Нет больше еврейской али. Евреи больше не приезжают. Если более точно, они говорят, что в следующие пять лет еще немножко, да? Через пять лет приезжают, если арабы согласятся. Понятно, что арабы никогда не согласятся. Это значит, что Иран, в принципе, закрылся, пока что капают капельки, через пять лет уже ничего не капают. Нет и вред больше не приезжают вообще. Вторая вещь, которую говорят англичане в 39-м, евреям нельзя больше покупать здесь землю. Все, закончилось. Нет но, нет может быть, нет, давайте попробуем завтра, нет больше. Евреям не покупают больше земли. Это значит, что еврейское пространство, еврейские места жительства не растут. Третья вещь, которую говорят англичане тогда в 39-м году, они говорят, что 10 лет спустя, то есть в 49-м, здесь будет создано государство, носящее характер большинства населения. Большинство населения арабы. Вы только что запретили Алию. Через 10 лет здесь все еще будет большинство населения арабы. То есть, привет, добро пожаловать в новое арабское государство, где мы, меньшинство, при этом изначально преследуемые, они нас уже убивают, что будет, когда, сами понимаете, все эти решения вместе в одной обложке, которая называется «Белая книга». Решение английского правительства. И белая книга 39-го года взрывает нас. До этого мы постепенно шли по пути разочарования в англичанах. Шаг за шагом, я вам сказал, в начале, недели, как ледник. 39-е годы, белая книга, лавина. Все стало ясно, мы в ужасном кризисе, люди выходят на массовые демонстрации, протесты, а как же так? Английская империя нас предала при этом грубо совершенно. Что делать дальше? Но 39-е годы не просто год. Несколько месяцев после английской белой книги начинается Вторая мировая война. Они предвкушали ее. Именно поэтому они выпустили свою белую книгу, чтобы держать Ближний Восток и арабское население в тишине. Вот мы вам дали конфетку, сейчас не сильно волнуйтесь, пока мы идем вырывать с Германией в будущем. Будущее настало. 1 сентября 39-го года нацистская Германия вторгается в Польшу, 3 сентября Англия и францы продолжают войну. Мировая война началась. И мы здесь сидим и смотрим на всю эту ситуацию, которая происходит на планете Земля. У нас огромный вопрос. Что делать? Англия нами управляет, но предала нас. А в Европе нацистская Германия это тотальный ужас. Англичане с ним воюют. Так мы против англичан, мы против немцев. Что, как, куда? И ответ, который мы находим, звучит красиво, происходит по-настоящему. Звучит красиво. Бен Булин сказал тогда, что мы будем воевать с белой книгой, как будто нет нацистской Германии. И будем воевать с нацистской Германией, как будто нет белой книги. То есть и туда, и туда. Но есть у нас красивая поговорка, может, по-русски тоже, про то, что ты не можешь танцевать на двух свайбках. И это значит, что очень быстро еврейское население здесь, 400 тысяч человек примерно, решило, что мы забываем пока что про то, что англичане нас предали. Забываем про белую книгу и идем тотально и насколько только возможно помогать им в их войне против нацистской Германии. Идем, мобилизируемся в английскую армию, при этом пытаемся попасть в максимальные боевые части. Посвящаем свою экономику и все, что происходит в этой сфере тоже в войне против нацистской Германии. Уходим туда. Надеясь, что когда война закончится, и мы, конечно же, победим, англичане посмотрят на нас и скажут, о, блин, а они же хорошие. Мы же с ними только что воевали вместе, они как посоюзники, друзья. Давайте передумаем всю эту тему белой книги и вернемся к своим изначальным обещаниям. И посреди всей этой ситуации, посреди всех этих огромных разных перемен появляется человек, которого зовут Абрамштерн. Сейчас скажите мне, видите ли вы то, что происходит здесь на экране сейчас или нет? Надеюсь, что оно происходит на экране сейчас. Видите, 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 видите? Да, да, есть. Да, есть. Появляется мальчик, его зовут Абрамштерн. Вот он на всех этих разных фотографиях. Он уже появился, на самом деле, в мире, да? Он номер два в подполье Эцель. И Агана, и Эцель идут вместе дружить с англичанами сейчас, воевать вместе с Англией и против нацистской Германии. Абрамштерн номер два В.Эцель, заместитель командира. И что он говорит? Он говорит следующую вещь. Он говорит, это все неправильно. Именно сейчас, когда англичане заняты в другом месте, когда начался какой-то тотальный ужас там, в сторонке, мы должны начать восстание против них. Почему? Он говорит следующую вещь. В сторону арабского населения и все, что мы сказали раньше, погромы, баррикады и так далее, вообще не проблема. Мы не враждуем с арабами, говорит Абрамштерн. Нет вражды, нет конфликта. Конфликт придуманный, искусственный, это бред какой-то. Он не из нас пришел, он сверху на нас опустился. Откуда сверху? Из Лондона. Арабы не тема вообще. Тема англичане. Англичане, говорит Абрамштерн, главный раб. Они никогда не хотели ничего доброго и хорошего нам делать. Все, что им двигает, это холодные интересы. Они здесь, чтобы здесь остаться. Эротисуэль, вот эта вот земля, это самое сердце Ближнего Востока. Здесь проходят важнейшие дороги, здесь важнейшие проты, здесь проходят нефтяные трубы, они здесь будут навсегда. Единственный повод, который приведет их уйти отсюда, это если мы их отсюда вытолкнем. Но нас мало, мы слабые, мы не можем победить английскую империю в такой открытой войне. Мы должны взять правильный момент, а это сейчас. Именно сейчас, когда англичане заняты в другом месте, каждый небольшой шум, который мы здесь поднимем, будет резонировать гораздо громче и дальше. Мы должны начать восстание против Англии сейчас, говорит о Бламштерн, и это 1940 год. В Эцель, там, где он заместитель командира, его не очень слушают, и он выходит из Эцель и берет с собой примерно человек 200 командного состава, как бы те, кто более такой осознанный, более хоризматичный, ушли все с ним. И они создают новое подполье, которое называется Лехи, Лохамей, Хэлуд, Исруэль, борцы за свободу Израиля. И что они говорят? То, что я вам сказал секундную назад, рабы вообще не тема, мы не про них. Англичане главный брак, они должны отсюда уйти, вы должны поднять восстание. Только у них ничего не получается. Первые два года у них ничего не получается. Во-первых, потому что все здешнее еврейское население против них, они считают, что Лехи несут полный бред, они считают, что мы не должны выходить в конфликт с англичанами, ведь они большие и сильные, в принципе, когда-то делали добрые звуки в нашем общем направлении. Они считают, что если ты начинаешь конфликт против Англии сейчас, ты как бы за Гитлера и за нацистскую Германию, что вообще плохо. Лехи показаны, как фактически нацистские агенты здесь, ужас ужасный, их преследуют со всех сторон. Их преследует Агана, которая глобально ушла в Англию, их преследует Эцель, который тоже ушел в Англию, и при этом они их знают, это их персональные бывшие друзья. Все явки, квартиры, пароли, оружие и так далее, Эцель знают, и поэтому нет проблем в этих англичанах. Понятно, что их преследует английская полиция, сыскная служба и так далее. Лехи плохо. Не работает, не функционирует, разбивается, не может подняться, не может сделать какие-то операции по-настоящему. А самый большой удар это январь 42-го года. Январь 42-го года в Тель-Авиве в райончике Флорентин. В один из дней на улице, которая тогда называлась Мизлах и Бет Флорентин, останавливается полицейская машина, даже несколько. При этом не полицейская машина с синей смегалками, а машина со скной службы. Черные такие, немножко страшненькие. И из этих машин выходят, оперативно так вот выходят английские сыщики. И быстро по ступеням дома, которые находятся на Мизлах и Бет 8, наверх, на крышу. На крыше дома комнатка. Стоит отдельно сверху. Вот вам райончик Флорентин, как он выглядит сегодня. Увидите вот эту фотографию, например, где крыша видна. И поднимается на одну из крыш, где находится отдельная комната. В этой комнате живет пара. Это пара муж и жена. Они лехи. Мужа арестовали две недели назад. И в тюрьме он сказал что-то не то. Проговорился. Сказал пару слов на иврите, надеясь, что никто не слышит и не понимает. Но английский солдат, который стоит у него за спиной в карауле, понимает иврит. Его специально поставили. Он не солдат, он сыщик. Поднимается на крышу, врывается в эту квартиру, где находится жена. Това, Това с собой. И делает область. Квартира ничего, 6 квадратных метров или что-то. Вообще, маленькая-маленькая кладок. Обыск очень быстро, ничего не нашли. Держит момент, цели и ждут. Появляется главный сыщик, главный английский сыщик центра страны того времени. Вас зовут Джеффри Мортон. Садится для себя высокий блондин, такой вот черный резиновый такой вот резиновое такое пальто. Персонаж Второй мировой войны такого. Немножко похоже на то, как гестапо выглядели в фильмах. И какие-то НКВДисты такие профессиональные. Заходит в комнату и смотрит по сторонам внимательно. И когда он посмотрел по сторонам внимательно, он замечает следующую вещь. На полке стоит щетка для бритья. И она свежая, там еще влажная. Кто-то только что брился. Мужская щетка для бритья. Тобаса в войне одна там. Муж в тюрьме. Из-за этого они вот сейчас пришли. Там кто-то прячется. И при этом они знают кто, они знают кого они ищут. Во всей этой комнатке она маленькая. Есть только одно место, где человек может быть. Шкафчик такой небольшой. раздвигает одежду и достает оттуда Авламштерн. Его прозвище в подпоре было Яил. Не просто так, через секунду почему. Достает оттуда Штерна. Сажает его на кровать. Идет какой-то разговор. А потом Джеффли Молтон дает приказ всем выйти. Тобаса в войне женщину, которая живет в этой квартире, спускает вниз машины. Большинство логийских полицейских тоже выходят. Яил остается в комнате один вместе с Молтоном и еще одним полицейским. Чудвуя полицейская. Выстрелы. Идетова Саввуэ снизу на улице падает на колени и начинает кричать англичане убили Яил. Англичане убили Яил. Это то, что происходит. Его ставят к стенке лицом к окну и три выстрела в спину. Сегодня в здании где-то происходит есть музей. Музей Лехи. Куда я вам очень горячо рекомендую попасть, если вы в Тель-Авиве когда-то. Шумы. Если вы в Тель-Авиве когда-то. И там все еще есть вот эта вот комната, где в оконной раме можно все еще увидеть дырочку от одной из этих пунктов. А сама улица где все это происходит где находится музей сегодня бывшая улица Музлахиде называется сегодня улица Штерн именем вот этого мальчика. Авраам Штерн погибает. И англичане считали, что все вот эта вот странная вещь которая называется Лехи Исчезает вместе с ним. Нету больше закончилось. Только они ошибались. Почему они ошибались? Потому что оказалось что я Ир погибший сильнее чем Ир живой. Он становится символом он становится некой идеей и люди которые за ним шли продолжают за ним идти даже когда его нет. И даже быстрее больше и громче. Пауза. Скобки. Где-то раньше в одной из наших первых встреч и наверное несколько раз с тех пор я говорил вам что у евреев нет истории и евреев есть память. Это не я придумал. Сказал умный человек которого зовут Авраам Ихе у евреев нет истории и евреев есть память. Увидите опять мальчика на экране сейчас. Авраам Штерн Когда он выбирает себе подпольную кличку он смотрит в еврейскую память и видит там человека которого зовут Эль Азал Бен Яил Эль Азал Сын Яила Может быть для кого-то из вас это имя знакомо. Эль Азал Бен Яил был командир мецеды. Эль Азал Бен Яил это тот человек который дает приказ или точнее убеждает своих людей взять свою жизнь сами чтобы не дать римлянам последнюю победу. И когда римский регион это последний акт нашего большого послания против римской империи когда римский регион врывается на мецеду победоносно с криком и знамена и все такое там никого нет. Потому что защитники мецеды только что забрали свою жизнь сами. Это Эль Азал Бен Яил проходит 1900 лет примерно. И после 1900 лет когда вот этот вот подпольщик ищет себе имя он называет себя Яил в честь того. Яил на иврите это еще и глагол значит будет светить. И Яил погибает в Тель-Авиве в январе 42 на крыше дома в райончике Валентин. Но как я сказал Лехи только растет на этом. Ребята становятся более серьезные и более целеустремленные и готовы на более жертвы после того как Яил погибает. А параллельно происходит еще что-то. Это 42-й год. Вторая мировая война уже в разгаре. И в 42-м году несколько месяцев после того как Яил погибает нацистская Германия включает свои лагеря смерти. Точки уничтожения в Польше заводятся в начале 42-го года. Уже к этому моменту погибают сотни тысяч наверное евреев на территории Советского Союза. Катастрофа истребление войскому народу уже идет полным ходом. И слухи про то, что происходит, сведения про то, что происходит там в Европе доходят до нас сюда. Мы постепенно начинаем узнавать все больше и больше. Может быть это еще не на уровне твердых фактов, но это уже на уровне ощущения, что что-то глобально плохое происходит в Европе и ужасного волнения по своим родственникам английским, которые там остались. Лехи изначально сказали, что англичане враги. И на протяжении времени, уже сейчас в 42-м году, мы смотрим на английскую империю и видим, что да, молодцы, честно, инноциализма, реально молодцы. Воюют против университической Германии, огромные битвы, огромное самопожертвование, эпическое совершенно событие, не вопрос вообще. Но в то же время те же самые англичане, все еще закрывают эти слои. И те корабли беженцев, еврейских беженцев, которые как-то смогли уйти из Европы, английский флот разворачивает их обратно, обратно к немцам, зная, что произойдет с этими людьми. И нам становится не смешно, прям реально не смешно. И с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем, который идет дальше, мы видим это событие все ярче и ярче. англичане как будто закрыли Европу для евреев и те, кто оказался под нацистской крышей, не может уйти именно поэтому. И мы начинаем злиться. Мы начинаем злиться медленно, тихо, но глобально. Лехи, его идеи уже не кажутся сумасшедшими. Когда Лехи говорит, что нужно поднимать восстание и борьбу против англичан, люди начинают прислушиваться в 42-м, в 43-м, в 44-м люди уже слышат. А сейчас увидите вот это приключение. А пока что вам скажу следующую вещь. Лехи группируются, людей становятся больше, люди становятся оперативными. На самом деле история, понятно, больше, чем то, что я вам рассказываю, и сложнее, чем то, что я вам рассказываю. Но в 42-м, в 43-м Лехи сплочаются, а в 44-м они начинают охоту на него. Он, конечно, ничего не показывает. Секунду. Где драма вся? В 44-м году, в начале, Лехи начинает охотиться на вот этого джентльмена здесь. Его зовут Харольд Макмайкл, и он верховный английский наставник Эрец Ислей. Он человек, который от имени английского короля управляет вот этой вот землей. Вот этот вот дядя здесь. Он самый главный англичанин здесь. И Лехи начинает на него охоту. Почему? Во-первых, что Лехи делал? Я вам сказал, что вот эти три разные подполья, они отличались своим мировоззрением. Это не только единственная вещь, которая их отличала. Кроме мировоззрения, они отличались тем, что они делают физически. Хагана ребят очень много. Они фактически подпольная армия. И когда они делают вещи, они делают массивные всякие мероприятия. Может, через пару минут что-то про это расскажу. Пока что они еще ничего не делают, но когда будут? Эцель специализируется в зданиях. Кроме всего остального, Эцель умели взрывать дома. И это то, что они делали. Это то, что они делали очень профессионально. Но Эцель были все-таки вегетарианские, так на но перед тем, как здание поднимается воздух, Эцель предупреждает. Или делают это поздно ночью, когда они знают, что там никого нет. То есть дом, как символ, улетел, разлетелся на части, но люди не пострадали. У Эцеля был с этим один большой тотальный упс в 1946 году гостиница King David в Русалиме, когда англичане не эвакуировали гостиницу и погибло больше, чем 90 человек. Она называется гостиница, но то, что Эцель взорвали в 1946 году был главным штабом английской власти здесь. Ушел в сторону. Не принципиально. Принципиально, но не здесь, а не сейчас. Что делали Лехи? Лехи делали террор. Террор по-настоящему. Так, чтобы действия мало, но не больно вызывают страх. Но террор, который делали Лехи, он не против населения, людей, взрывающихся автобусы и так далее. Лехи делали террор против системы, против английской службы. Это значит, что для них любое английский солдат, любой английский полицейский или любой англичанин, который работал на английскую власть, он легитимная цель. Просто люди на улице, женщины, дети, даже если это жены больших англичан, никак не цель, не касайся, не трогай. Служащие, да. В 1944 году Лехи начинает сезон охоты на Макмайкла, самый главный англичанин здесь. Почему именно он? Во-первых, понятно, он самый главный. Ты убираешь бок, как будто ты убрал президента Америки и что-то такое. Как символ это очень большая вещь. Но кроме этого, вы можете увидеть здесь плакат, который Лехи тогда создали и повесили на стенах. И на нем написано murder, убийство. Сэр Хэрролд Макмайкл, известный как высший наставник Палестине, Палестайн. Не вот это то, что он, как бы известный как, не по-настоящему. Wanted for murder. Его требуют за убийство 800 беженцев, которые утонули в Черном море на корабле Струма. Я вам сказал три минуты назад, что англичане закрыли эти слэн, что англичане разворачивают корабли. Один из этих кораблей, которые развернули, назывался Струма. И в Черном море он тонет. И погибает что-то типа 770 геморейских беженцев, семьи, дети, старички на этом корабле, потому что англичане не пустили. В иерархии англичан, в бюрократии англичан, которые не пускали, Макмайкл занимает высокое видное место. Лехи говорит, это ты, человек, не пустил сюда Струму. Вот эти 800 жизней, плюс еще огромнейшее количество жизней, они на тебе. И поэтому ты погибнешь. Пауза скобки. Сколько людей в иерархии в то время наверное измеряются десятками. Те, кто прям реально активно двигаются, делают вещи. Десятки, это немного. И пришло несколько десятков игреев, и выбрали себе цель. Самый главный англичанин Белл Тисоин и один из видных людей Английской империи. И кажется для них, что они вполне себе могут его убрать. И они пытаются. Пытаются на протяжении примерно двух недель. Долгая, сложная история, но примерно 7 раз в разных местах в Иерусалиме, в разных временах, они пытаются поймать Макмайкла. Их не получается. М приехал слишком рано, приехал слишком поздно, английская полиция заподозрена, тот не то сказал, две недели. А потом в газете они видят новость, которая говорит, что Макмайкл на завтра будет в Яфу на вечеринке, ему устраивают какой-то банкет. Арабы Яфу, Мерия Яфу. Яфу тогда арабский город, потому что он скоро уезжает из Иерусалима и его должны заканчивать. И Лехи знают, что если ты хочешь уехать из Иерусалима в Яфу, твой самый логичный путь это сделать, это совсем как сегодня. Ты едешь, начиная от моста на въезде в Иерусалим, которого тогда не было, но дорога была, и спускаешься так вот кругами вниз и дальше в сторону Яфу по шоссе номер один. Когда ты, если вы когда-то ехали из Иерусалима в Тель-Автубив на автобусе, то вы, может быть, помните, что вот ты выехал после моста и начал спускаться, и дорога начинает крутиться из стороны в сторону. На одном из этих поворотов несколько ребят Лехи ждут машину Макмайкл. И когда его кортеж приближается, они взрывают бутылку зажигательной смеси на дороге, чтобы ее перекрыть и открывают огонь. Перед ним едут несколько полицейских на мотоциклах. Они как-то их унесло в сторонку, они заняли убежище за какими-то там камнями. Машина Макмайкл получает всегда пули, но его водитель умный, его водитель прям хороший. И он среагировал. И он понимает, что ребята, которые вдруг по ним стреляют, он не знает Лехи, кто что, почему, он по нему стреляет вдруг, они находятся слева и выше. Опять, представьте себе, ты едешь из Иерусалима, гора поднимается в левую сторону. И то, что он делает, он поворачивает налево и врезается в склон горы. То есть он под людьми, которые стреляют. И они не могут к нему попасть, он слишком низко. Еще несколько минут по всему городу шум, включаются сирены, сразу подмога. Ребята из Лехи исчезают, с ним ничего не произошло. Макмайкл, глуша оттуда, целый не бреди. Но сам жест, само событие, кто-то посмел стрелять, покушаться на Макмайкла, это огромнейшая новость того времени. Она звучит здесь по всей стране от границы на границу. И люди начинают задавать себе вопросы. А кто? А почему? А потом, для многих здесь приходит мысль, молодцы. А это мысль, которая 10 лет до этого не могла существовать, а сейчас существует. Проходит еще несколько месяцев. И в ноябре 44-го года Лехи делает что-то, что резонирует уже в мире, а не только здесь. Сейчас вы видите следующего джентльмена. Они немножко похожи, но совершенно другой человек сейчас будет. Вот этого дядю зовут там-там-там-там-там. Вольтел Гиннес. Вольтел Гиннес. И он не просто Вольтел Гиннес, он лоуд в английском королевстве. Вот он. А кроме того, что он лоуд в английском королевстве, он английский министр, который отвечает за Ближний Восток. И он сидит в Каире. У него офис в Каире. Лоуд Мойн проблематичный человек с нашей точки зрения, с еврейской точки зрения. По двум причинам. Одна серьезная, другая критично серьезная. Серьезная, это то, что в своем прошлом в палате лордов в Лондоне он заступает и читает речи про то, что еврейского народа не существует. У нас нет. Нет. Фикция. Я сейчас с вами разговариваю, я не существую. Нету. Нету. Еврейского народа нет. Что мы такое? Мы какая-то кучка непонятных людей, которые придумывали себе идеи, связали себя с древними всякими идеями, но мы, не знаю, мы просто так. А если мы просто так, то и страны нам не нужно, и обещания не нужно соблюдать, и так далее, и так далее. Мы просто так. Это серьезная причина. Надо сказать, что есть еще критично серьезная причина. И здесь пауза, и как бы в сторонку. В 44-м году нацистская Германия захватывает Венгрию. До этого они и венгры союзники, и венгрия воюет на их стороне против Советского Союза, например. Но в 44-м уже ясно, куда война идет. Уже ясно, что нацистская Германия проигрывает. И венгрия начинает делать звуки. Нам в порядке, мы все, спасибо, мы поучаствовали, было очень хорошо, спасибо всем, мы пойдем, наверное, домой сейчас. Все, пока. В Берлине это вообще не любят. И когда венгрия начинает делать такие звуки слишком громко, они становятся вдруг из-за союзника врагом. И нацистская Германия оккупирует Венгрию. А венгрии миллионы евреев, которые пока что жили плохо под венгерским правительством, там был дичайший антисемитизм, но жили. Приходит нацистская Германия и говорит с венгрием. Им тоже понятно, что они проигрывают. Им тоже понятно, что времени осталось мало, но они создают специальный проект уничтожения венгерских огня, пока еще есть время, чтобы успеть. И фактически миллион, 700 тысяч примерно евреев в Венгрии в сторону Свенцима. В Свенциме даже строят специальную железнодорожную такую вот рампу ближе к крематориям, чтобы было быстрее, эффективнее уничтожать. Секунду до этого, секунду до того, как поезда пошли, появляется человек, которого звали Адуль Фальхман. Адуль Фальхман главный логист катастрофы. Человек, который отвечал за логистику, за поезда, за расписание, чтобы все работало вовремя. И работало. Появляется Адуль Фальхман, он же главный спец по евреям кестапо в Будапеште. И берет одного из лидеров еврейской общины в Будапеште, человек, который назвали Юэль Бранд, и посылает его сюда, на Ближний Восток. И говорит ему, Юэль Бранд, ты едь на Ближний Восток, едь в Каир, и встреться там с ним, с Мойном. Поговори слово Мойном, с главным англичанином на Ближнем Востоке. И передай ему мое предложение. Я Адуль Фальхман от лица нацистской Германии предлагаю тебе Мойн Англии такую штуку. Если ты даешь мне 10 тысяч грузовиков, которые я обязуюсь послать против Советского Союза на восточный рот, не против вас, 10 тысяч грузовиков, я выпускаю всех евреев в Венгрии. То есть поезда, которые должны везти их в Освенции, едут не на север в сторону Польши и Крематориев, а куда-то там на юго-восток в сторону Турции, турецкой границы. И там на границе я всех этих евреев выбрасываю. Пусть они идут, куда хотят. Миллион евреев выходят из нацистской угрозы за 10 тысяч грузовиков. Но более того, Эйм Айхман говорит следующую штуку. Оставь. Я еще ни одного грузовика не получил. Вообще ничего нет. Если только ты скажешь мне да, я только услышу положительный ответ от тебя, Мойн, я выпускаю 100 тысяч евреев как жест доброй воли, чтобы ты увидел, что я серьезно настроен, а не просто так. От человека, который сейчас у вас тут на картинке справа, требуется сказать один слог. Да. Yes. Все. Один слог. И он спасает 100 тысяч евреев. Он знает про освенцев. Они все знают про освенцев. Он знает, куда эти поезда пойдут. Он знает, что значит предложение Эйхмана и, точнее, несогласен на предложение Эйхмана. И в один из дней в кабинете у Мойна в Каире сидит Мойн, сидит Юэль Блан. Есть еще несколько людей. Юэль Блан рассказывает все, что вы сейчас услышали. И Мойн говорит ему следующее предложение. Если бы он ему сказал, не буду помогать врагу в войне, вообще не согласен, пусть себе подыхают там и так далее, мы твердо стоим. Подыхают немцы, не евреи, понятно. Окей. Как-то сложно, но окей. Если бы он сказал, все понятно, я тебе дам грузовики, и это поссорят между нами, и Советским Союзом, и вы пытаетесь заслугивать такой вот кол между нами, нет, никогда. Окей. Но это не то, что он сказал. Услышав все, что вы сейчас услышали, Лорд Монт смотрит на Бланда и говорит ему, господин Блан, ну что мне делать с миллионом евреев? Давайте побавимся в этом секунду. Господин Блан, ну что мне делать с миллионом евреев? Вот этот вот английский аристократ, бюрократ и так далее послал миллион из нас на смерть. потому что вот так. Лехи слышат, он и так для них легитимная мишень, потому что главный англичанин на Ближнем Востоке вообще, а после этой истории все, как бы вообще все, красная стрелка показывает на небу. И Лехи начинают планировать. Лехи это такое вот еврейское неформальное подполье того времени, это значит, что все работает очень, не знаю, как правильно сказать, подружески, чуть-чуть как молодежное движение, что такое вот. В Каиле посылают двое ребят, чтобы сделать само дело. Вот они здесь на картинке. Одного зовут Илья Убайцовый, другого зовут Илья Ухакин. По фотографии видно, что они оба похожи на арабов. И поэтому где-то в толпе в Каиле им будет легко затеряться. Они следят за Мойном. И они понимают, что у него есть определенный распорядок дня. И понимают, что есть момент, когда можно сделать тоже для чего приехали удобно. Он работает где-то в своем офисе до часа дня примерно, а потом день рабочий заканчивается и едет домой на обед. Живет он в шикарной усадьбе на острове на реке Нил в одном из лучших районов Каира. И когда его машина подъезжает к воротам этой усадьбы, она останавливается, потому что ворота закрыты. Шофер выходит, чтобы ворота открыть и вся эта ситуация берет полторы минуты. За эту ситуацию, когда вот машина стоит, можно. И в один из ней, когда Мойн приезжает домой и в машине останавливается, пока она стоит, подходит двое молодых ребят. И происходит то, что происходит. Здесь на этой очень маленькой картинке есть неправильная реставрация события. Почему она неправильная? Потому что это уже у него перед дверью дома они угоруют. Но события понятны. Появляется Ильяо Хаким, Ильяо Байцулый. Один походит в машине, выпускает несколько хуй в английского министра. А другой держит всю ситуацию под прицелом. Водитель, он же охранник, он солдат, тянется за своим пистолетом. И мальчик, который нацелится на него, кричит нет, 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 тот достает пистолет и тоже погибает. Ильяо Хаким, Ильяо Байцулый, двое молодых ребят из Эль-Сейсоэль, если я не ошибаюсь, им обоим, что типа 22 года дойдет с трудом, только что убрали министра английского правительства. Одного из видных фигур английской империи вообще. И когда они это делают, они садятся на велосипеды и начинают оттуда бежать. На велосипедах. Педали крутят. По плану должно было быть по-другому. С ними вместе в Каире была девочка, которая была в то же время водителем скорой помощи в английскую армию. Она пошла в английскую армию, к ней была приписана скорая помощь, которую она по-настоящему совершенно легитимно возила, это была ее скорая помощь. Она вместе с ними делала разведку и присматривала за больным. И по плану, вот они сделали покушение, сразу бегут, садятся в скорую помощь, которая рядом, включается в сирену и уезжает, и кто их не остановит, исчезли. Только они боялись за ней, не хотели, чтобы она пострадала, чтобы был хоть какой-то риск. И поэтому перед тем, как они пошли и пошли, они послали ее сюда, в Элтис Лев с письмом, с каким-то там дурацким предлогом. И она приехала сюда, а они на велосипедах. И когда они уезжают на велосипедах, за ними гонятся полицейские на мотоцикле. Они должны добраться до центра города, там толпы, переулки, исчезать за секунду. Только до центра, помните, в остров есть мост, нужно через мост приехать. А мост относительно пустой. То есть, есть люди, но немного. И на этом мосту полицейские открывают под ним огонь. Они не стреляют обратно, потому что они при чем, только делают свою работу. И один из них ран падает на мост, а другой, ляло бойцовый. У него есть еще какое-то время, ну, он может уйти. То есть, упал сейчас на него внимание. Какая-то толпанчина собирается, машина останавливается, на него реагирует. И вот за эти доли секунды второй может исчезнуть. Прокон не исчезает. Вот его друг лежит на этом мосту, разворачивается и подъезжает к нему, понимая, что будет дальше, специально, чтобы разделить его судьбу. А дальше сначала официальные похороны Мойна. Это то, что вы сейчас видите здесь на картинке. Закрыли весь Каир, увидите центральную улицу, увидите парад, который по ней марширует. Вот это был броневик, за которым везут сам гроб, в нем лорд мой, погон, гиннес, министр английского правительства и так далее, и так далее, и так далее. А вторая вещь – это суд над двумя льяв, Хакими Бейцовы. А это на самом деле уникальная вещь в то время. Почему? Потому что суд открытый и в зале полно журналистов. Хакими Бейцовы говорят. И вдруг Лехи и его идеи получают сцену. И слова, и мысли вот этого еврейского подполья, самого маленького, самого грызущего из всех здесь, расходятся по миру. В мире интересно. То, что Мойн погибет, это мировая новость. Кто, почему и как, всем интересно. Ильяу Хаким, Ильяу Бейцовы сговаривают. И выдают всю идею. Англичане нас предали. Все, что их заинтересует, это их империализм. Они никогда не уйдут, а нам хочется быть свободными. И вот поэтому. Но более того, они говорят египетскому народу, среди которого они находятся. Египет как будто независимый, но на самом деле нет, под Англией. Они говорят египтянам, мы сделали то, что мы сделали для нас. Потому что Мойн, все дела, и Блан, и Центр, и так далее. Но мы сделали это, ну, получается, из-за вас тоже. Вы тоже под английским сапогом, вы тоже их совсем-совсем не любите. Вы тоже мечтаете о дне, когда они уйдут. И поэтому давайте дружить. Говорят у нас общий интерес, мы братья вообще. Сегодня, в 2020 году тяжело себя представить, но тогда, в 44-м, египетский народ, египетская улица прислушивается и говорит, правда. И когда идет судебный процесс, на улицах демонстрации и беспорядки в поддержку вот этих вот двоих еврейских ребят отсюда. Правильно сделали, они говорят, они герои на самом деле, нужны медали давать, а не судить их. Когда они приговорены к смертной казни, а они приговорены к смертной казни, эти беспорядки становятся мега-беспорядками. И толпа, садящаяся толпа египтян почти штурмует тюрьму, где их держат. Египетская полиция открывает огонь по своим же египтянам. Люди погибают там на улице в этой демонстрации за Ильяу Хаким и Ильяу Бейцулу. Не получается. Хаким и Бейцулу казнены в Египте и похоронены на еврейском кладбище в Каире. Их тела лежат там до войны Судного дня. А после войны Судного дня, когда Израиль и Египет меняются военнопленными и телами погибших, Израиль просит, чтобы и Хаким и Бейцулу тоже приехали обратно домой. Они приезжают обратно домой и похоронены сегодня на горе Иерусалима. То, что я вам сейчас сказал, суд и сцена продолжается этот момент через секунду про это. Это 44-й год. Только что погиб Мойн. Весь мир про это разговаривает. Война почти закончилась. Цифра 6 миллионов уже начинает где-то летать в воздухе. Уже, если я сказал вам, что в 42-м послуке, в 44-м мы уже знаем. Мы уже знаем название, мы уже знаем примерно части процесса. Все уже знают, что такое Севернский в 44-м году. Мы уже знаем. И второе подполье это Народная военная организация подключается к восстанию. Провозглашает тоже восстание против Английской империи. И вот эта идея, которую когда-то толкала в Ланштейн вот здесь, вдруг становится, вдруг становится, здесь у меня семейная жизнь происходит. Можете ее слышать. В любом случае, семейная жизнь 5,5 месяцев на Суперметре. у нас семейная жизнь. В любом случае, Эцель превзоединяется к войне. И вдруг это уже не одни сумасшедшие Лехи где-то там в стороне. Это уже количество, это уже вещь. Лехи продолжают воевать. Это значит, что я вам сказал, англичане погибают по одному здесь, там, здесь какой-то офицер, там какой-то офицер, здесь сыщик, там солдат, там какой-то бюрократ. И оно работает. Английская система начинает скрипеть, они начинают думать, бояться, и, может, поеду, а может, не поеду, а я здесь пройду ночью, а здесь не пройду ночью. Всякие странные мысли начинают к ним приходить. До этого они тотальные господатели земли, а вдруг не очень. Война закончилась. 45-й год, в Англии выборы, и мы очень надеемся, что новое правительство передумает. А новое правительство, которое, оно действительно новое, их победила партия Лейбл, рабочая партия, они социалисты. Более того, они такие же социалисты, как наши главные люди. Бен Булин, Голдомейер, они вместе на всяких социалистических собраниях в мире сидели, пили чай, кушали печеньки и говорили про социализм. И наше бред, развернулись, были белые книги, делали Брестское государство. Только нет, это не то, что происходит, вообще это тайминя. И наоборот, да, белая книга, продолжаем, как было. И сейчас Аганна тоже присоединяется к Астане. Аганна самое большое подполье. Самый пик леха это 1200 человек примерно, это 4,5 тысячи примерно, Аганна 80 тысяч. В 45-м году, где-то осенью, все три наших подполья в ситуации войны против английской империи. Вместе. Они объединяются. Не по-настоящему сливаются в одно, но создают себе общий штаб, который называется Тнуат Амэрю, движение восстания. И этот общий штаб координирует действия. Каждая подполье, которая хочет сделать какую-то акцию, обращается в штаб, штаб подтверждает и отгревает. Или наоборот, с штаба идут приказы определенному подполью, вы сделаете вот так. Я вам уже сказал, что у них были разные специализации и умеют делать разные вещи. И поэтому, если нужно, кто-то придумал взрывать какой-то там центр английской полиции где-то там, это, наверное, будет этим. А если кто-то придумал, что нужно убрать какого-то англичаня, это, наверное, будет легче. А если кто-то придумал, что нужно за одну ночь взорвать все мосты, которые соединяют Эл-Цейс-Слаэль с миром вокруг, отрезать землю от окружающего Ближнего Востока, символично, понятно? Но и физически тоже в данный момент. Их много, они везде, они могут мобилизировать достаточно, достаточно усилий. Подполье продолжается. И в один из дней арестован человек, который здесь на вот этой вот картинке. Понятно, что когда он арестован, он существенно моложе. Его зовут Эншель Шпильман. На этой фотографии вот он здесь такой вот красавчик. Эншель Шпильман арестован. И его, он стоит перед судом английским военным трибуналом в Руссене. В здании, которое на территории английской военной базы, за забором, стоят солдаты. И в самом зале, где он стоит перед судом, огромное английское знамя, фотографии короля. Судьи, это три английских офицера, которые в полной форме сидят перед ним. Кто, кто его обвиняет, он английский офицер. Кто, кто его защищает, он английский офицер. И вся эта ситуация совершенно английская имперская ситуация. Его судят. он подпольщик, он из лехи, его взяли с оружием. Следующие слова, это то, что он говорит на своем суде. Я не все вам прочитаю, потому что слов много, но селективно немножко. И они все делали ровно так же. Когда их брали, они стояли перед судом и использовали то, что там есть журналисты. И то, что они могут стать голосом. И те речи, которые они говорят на своих судебных процессах, это, ну, на самом деле, потрясающе. И потрясающе с точки зрения литературного настроя, потому что здесь хорошо написано. И потрясающе в своей какой-то глубине. Не только как бы текстовой глубине, но они говорят изнутри еврейской истории. Это то, что говорит Энчер Шпиман. Извините, оно на еврейском написано, я перевяжу на ходу, могу немножко тормозить. Он говорит, уважаемые английские судьи, уважаемые английские судьи, вы ожидаете от меня, чтобы я объяснил вам пистолетные патроны, которые были найдены у меня. Но перед тем, как я объясню оружие и почему он был у меня, я хочу обратить ваше внимание на другие вещи, которые будут основой этого объяснения. Прежде всего, я должен убрать неравенство, которое вы хотите поставить между нами. С одной стороны, вы сидите передо мной в форме и пытаетесь показываться, как представители справедливости и суда и представители английского народа. А меня вы хотите поставить и показать как определенного человека, который обвинен в определенном обвинении. Вот это вот неравенство я должен устранить немедленно. Если вы представляетесь как представители справедливости, я представляюсь как представитель справедливого требования. Если вы сидите здесь, вы представители английского народа, я стою перед вами как представитель еврейского. С того момента, как я присоединился к движению исчез человек энчин шпильмар который вы хотите судить сегодня в этом суде у меня нет никакого интереса и то что я говорю сейчас это не это еврейский солдат в рядах и близкого подполь и поэтому давайте выясним кто я и кто вы и почему я обязан вообще говорить вам и давать вам английские судьбы какой-то давайте наконец а поймем где же мы находимся на какой географической и политической точки в мире какие наши отношения здесь и когда это будет ясно и оружие станет ясно тоже кто я я еврей я сын этого самых древних народов мире но не только длиной жизни измеряется ценность народов ваше мышление мы обязаны были мы должны были прекратить наше существование с разрушением храма 2000 лет назад когда из нас вышло христианство мир совсем как остальные древние народы павелон египет риме кица каждый из них дал что-то стройки мировой культуры и они исчезли но несмотря на то что вы думаете не так было еврейский народ должен существовать и продолжает существовать не только как носитель древней культуры культуры но как и создатель новой тогда и мне хорошо что еврей каждая клетка моего тела каждую клетку моей души радуется этому мне хорошо потому что я чувствую себя стоящим с глубокими корнями здесь не только больше чем все великие народы которые исчезли из мира но больше и молодых народов глубже может быть форме чем модели народы которые поднялись последние столетия и которые не знают сколько времени еще осталось здесь мы знали испанию когда она поднималась опускалась и как один из этих молодых народов я вижу сейчас у вас тоже англичане которые хотят судить меня сегодня и я не хочу забрать у вас права судить наоборот но вы можете судить людей у вас в англии там и только там я полностью отрицаю право англичан судить на земле еврейского народа 1 сыновей еврейского народа немножко дальше он говорит еще много а потом он доходит еврейских беженцев те же самые на кораблях которые он говорит такую вещь когда речь идет о беженцах и их спасение вы должны не только молчать опустить глаза от стыда к земле да тут и там есть культурные народы особенно маленькие которые показали ширину сердца и открыли свои границы для беженцев израиля но у вас англичане из меньше всего права считаться среди этих культурных народов не рассказывайте нам сказки про то что вы не могли спасти нас евреев которых матери жены и дети утонули на струме которых вы из гоняли из берегов стены нам вы рассказываете эти баки и судьба струны предотвратила помешала не позволила спасение тысяч и десяток тысяч других евреев вы англичане были единственным барьером перед спасением евреев балкан не говорите нам не говорите нам что вы какие-то крайние что нет все мы здесь все время цисле объединены мнением того что это вы ответственны на вот эти тысячи жертв и так далее и так далее и так далее и так далее и у вас ничего не получится и оружием вас встретим и то оружие которое было у меня было нацелено против вас из-за всего что он сейчас сказал и он заканчивает следующим следующими словами оружие которое у меня было я не буду отрицать что она была нацелена против вас я не буду говорить что она была нацелена защиту я совершенно сожалею что когда полицейские на меня набросились и не успел достать пистолет и убить или погибнуть я боец я воин в рядах еврейского подполя для того чтобы поднять для того чтобы сделать сыновей сыновей царя давида главными в иерусалиме что такое вот и на этот раз ничего не поможет потому что мы про него он очень прямо все говорит и в конце своих слов я хочу повторить и спросить вас вы судьи в лондоне что вы здесь делаете в моем русалим и так думали них и другие подполя говорили слова по-другому чуть мягче иногда сильно мягче это на крупе помягче аганат сильно мягче легкие они такие они говорят понятиями еврейской истории они говорят понятиями какой-то абсолютной справедливости они целеустремленные и они открыто говорят что вы пришли проливать кровь при этом ребята совершенно нормативные совершенно обыкновенный 5 секунд до того как они попали пошли в подполе были просто людьми но вот у них есть это основополагающая идея мы хотим быть свободными мы не будем свободными пока англичане здесь нужно помочь им уйти помогают еще одна а может быть две истории лет сорок седьмой год самый начал сорок седьмом году англичан уже плохо здесь уже все сложно это значит что на этом этапе они уже выслали свои семьи женщины и дети обратно в англию несмотря на то что они никак не цель но англичане не ощущали хотя брать риск в общем страхи все они ушли остались только бюрократия сорок седьмом году здесь 100 тысяч английских солдат сто тысяч евреев примерно 600 тысяч с минусом это значит что на каждого на каждого английского солдата шесть евреев и наоборот до каждого шесть евреев английский солдат арабская сторона не в игре они в сторонке заниматься своими делами да мы бунтуем эти сто тысяч английских солдат на нас смотрят англичане уже не живут где попало в начале сорок седьмого года они скучковали специальные районы закрыли себя за колючей проволокой они уже не ездят просто так на дорогах они ездят колонами жизнь перевернулась и перевернулась не в их сторону и в начале сорок седьмого года англичане арестовывают вот этих двух молодых людей увидите их мальчик который слева его зовут мигер фанчтей и он из подполья эти они берут его на вокзале в Иерусалиме сейчас это старый вокзал когда был просто вокзал когда это пытается убрать вокзал совсем как они обычно делали появляются посреди дня такси из такси выходят младая пара муж и жена грузчики заносит их чемоданы в холл вокзала и вдруг происходит что-то странное женщина которая как бы молодоженская женщина открывает чемодан и достает большой такой вот плакат на котором написано осторожно взрывчатка в ту же секунду звонят телефоны в английской полиции в центральной здешней газете и в администрации вокзала и три человека на этих телефонах говорят взрывчатка на вокзале эвакуируйте всех не трогайте потому что взорвется у вас полчаса есть таймер пять секунд после этого тотальный шквальный огонь отсюда отсюда потому что англичане ждали есть агент английской сыскной службы пациент и ждут под огнем те кто в ситуации учтутся обратно в такси которых привезло а водитель такси это он это меня фанштейн если вы когда-то были возле вокзала в русалине и прямо представляете себе где останавливается автобусы все еще сегодня такси перед воротами вокзала знаете что слева есть небольшой холмик и на этом холмике английский пулемет который поливается огнем фанштейн водитель нуля он с левой стороны он получает себя огонь он ранен тяжело и когда ребята на машине он как-то оттуда уезжает заворачивает вокруг и физически взрывается в один из домов райончике амин-мушетта там где мельницы красиво ребята достают его несут его в один из домов полностью случайный дом кладут его на кровать и бегут дальше и через две минуты вся английская армия приходит следы крови ведут в этот определенный дом фанштейн арестован больницу операция и он теряет свою левую руку то же время примерно в другом месте в иерусалиме англичане арестовывают мальчика справа здесь его зовут муше багазани и он лехи его арестовывают когда он стоит на перекрестке у него граната в кармане почему у него граната в кармане ждет английского генерала бакер главнокомандующий здешних солдат всех этих 100 тысяч он ездит на открытом джипе живет недалеко баказани ждет пока проедет идея гранату нет рандомный патруль останавливает его проверять и не знает кто они почему он там но в начале 47 года и время нельзя носить оружие полностью заносить оружие любой человек с оружием автоматически легкие или эти или гена в любом случае подпольщик любой человек с оружием фактически автоматически смертная казнь его тоже приговаривают приговаривают к смертной казни они должны быть казнены в иерусалиме центральной тюрьме английской власти которая находится в иерусалиме их держат в одной камере вместе почему потому что у файнштейн нет руки и болозан должен как-то помогать тогда в 47 году еще не изобрели видеокамеры сегодня понятно где в сурмах видеокамеры тогда нет и перед ними за решеткой ну как бы с внешней стороны камеры сидит английский сержант и просто смотрит на них глазами сидит кто-то не все время под глазами фактически это самое защищенное самоохраняемое место здесь в стране камера смертной казни в английской центральной тюрьме которая сама находится на территории комплекса английской власти у тоже забор и решетки башни все дела и они решают файнштейн и болозани что не будет что англичане не казнят их в иерусалиме тем более и персонально англичане нас не казнят мы не согласны и идейно англичане не казнят еврейских бойцов вообще больше в иерусалиме тем более они решают что они что-то сделают что они продолжат свою к бы борьбу под поле и в камере смертной казни там тюрьме а на самом деле они планируют взорвать собственную казнь они понимают что на казни будет полно народу сыщики и бюрократы такие других куча важных англичан их они планируют взорвать они нас не повесят не казнят мы сами погибнем в акте войны только понятно что для этого нужны вещи а как ты организуешь взрывчатку в камеру в смертной казни как вообще скажешь кому-то мы хотим взрывчатку каково в иерусалимской тюрьме сидят еще подпольщики много и просто в камерах в стороне теоретически они не должны общаться вообще но подпольщики были умными и находили выходы общались красиво английский сержант который сидит и смотрит на них все что заходит в камеру проверяет а заходит почти немного чего основном не до завтрак обед ужин каждый день умножить на два двух людей и каждый такой поднос еды английский сержант ковыряется что есть открывает размазывать чтобы увидеть что ничего не заходит ничего не выходит но опять умней представьте себе банан правильный банан в воздухе он оторван от грозди и доставляет хвостик такой сверху ближе хвостик и кто вообще подумает проверять хвостик от банана не английский сержант у них на входе и в этом хвостике от банана они прятали микроскопические записки и что такое они переписываются с остальными подпольщиками говорят им людей мы взрываем нашу казнь сделайте нам взрывчатку подпольщики которые сидят в тюрьме ну просто сидят тюрьме у них есть связь с внешним миром налаженная очень даже хорошо и они привозят перевозят взрывчатку в тюрьму один из них создает следующую штуку вы видите здесь он берет два апельсина достает от срезать сначала как бы крышку верхушку апельсина достает всю мякоть ложечкой а потом наполняет изнутри всякими железяками взрывчатка и короткий короткий фитиль и он возвращает верхушку апельсина так и умело что ты со стороны даже не видишь что с этим апельсином что-то произошло он берет как бы кончики зубочисток такие деревянные на зиме лизают их на сторону кожуры он просто одел м и сейчас есть два апельсина который на самом деле взрывчатка вопрос как вот эти два апельсина заходит к ним в камеру ведь тот английский сержант смотрит проверять опять очень умный и пока она все готовится и взрывчатка заходит апельсина происходит вдруг все подпольщики которые в тюрьме очень захотели работать на кухне жить не могут как на кухне хотят работать об когда они там на кухне они готовят подносы еды фанчтен и балазани и сейчас подносы которые приходят сержанты на стол они уже открыты все что там есть уже открыто размазано лежит смотри наслаждайся а за скобки подполье особенно легкий всегда так метод м они создавали фиктивную реальность ждали какое-то время пока англичаник этой реальности привыкнуть буду считать что просто жизнь такая а потом на основе этого действовать здесь тоже самое они посылают подносы которые уже открыты и английский сержант привыкает игнорировать вначале первые несколько дней по инерции а потом зачем уже все лежит постепенно все меньше и меньше и меньше каждый такой поднос завален апельсинами почему почему бы не вкусно вначале первые несколько дней апельсины полностью открыты в отдельные дольки лежат а потом с каждым новым подносом апельсины закрываются все меньше и меньше и меньше их кто-то касается и через какое-то время это просто апельсин сержант пропускает их тоже и тогда на этих подносах проходят апельсины с взрывчаткой в том числе и вот уже день казни вот уже пришел еще несколько часов вечером к ним в камеру приходит чтобы побыть с ними последние последним минут м молодой мальчик относительно он американский еврей раввин в американской армии которого не одолжили английская армия и он приходит как будто в двух шляпах с одной стороны не очень еврейский с другой стороны английский офицер у них несколько часов которые очень-очень очень эмоциональный моется поют разговаривают и так далее и когда заканчивается у нас пора уходить он говорит им следующую вещь он говорит им я не должен этого сделать не должен этого делать но я настолько проникса вами все это что через несколько часов когда сама казнь я тоже там буду потому что я хочу чтобы в комнате была еще одна пара еврейских глаз куда вы можете смотреть ваш последний момент и они сразу нет ты что не нужно не может быть еще вообще речь нет нет он настаивает да и все и ушел и они понимают что да и все они понимают что нет не смогут сделать то что они планировали потому что обнимаются апельсин между ними взрыв м вся тюрьма в дыму пыль крики и дыгатя по коридорам сирены гудя понятно для ребят которые в теме что пошло не так и понятно в то же время что фанчтенболоза не нет и через несколько часов на рассвете заключенные подполья в русалимской тюрьме делают построение делать церемонию памяти в честь себя что-то наверно сказали что-то наверно все еще внутри дьется грейская душа и глаз смотрит национный восток еще не потеря наша одежда который 2000 лет быть свободным народом нашей стране они не знают что через несколько месяцев англичане уже все хватит и отдадут всю тему вам они не знают что он через несколько месяцев проголосует о создании здесь государств арабская и еврейская они не знают что примерно через год мая 48 давид бенгалер телевизор провозгласит резкой независимости они не знают насколько они понимают тогда в 40 сном еще десять лет войны 50 лет войны тысячи лет войны они не знают стоят еще не потерян наша надежда а дым еще не сел фанчтенболоза ней следующий день все заголовки газет здесь говорят про них эти венехи они все еще меньшинство агана это главная тема и в основном общественный голос он больше такой в сторону агана и целяхи такси но фанчтенболоза ней их такого некий акт символический воспринимается здешним еврейским населением как совсем древний герой самсон кому-то все им пришли и здесь на картинке вы видите заголовок газет на следующий день они похоронены на оливковой горе масличной горе верусалим через много 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 лет глава правительства израиля меня хендеки просит в своем завещании чтобы его похоронили рядом с ними это то что вы видите здесь на фоне для много камешков почему потому что тогда он командир и цель командира и фанчтен и он настолько проникся их поступками столько как бы ну ассоциирует себя с ними их собой что он все на сегодняшний день летом сорок седьмого года англичане уже есть мировое давление уже есть большое возмущение их политики в сторону еврейского народа уже все знают то что произошло в европе и видят картинки и слышат голоса сотен тысяч еврейских беженцев переживших катастрофу которых нет дома которые рвутся сюда видят как как она организует агана это на самом деле тоже организует корабли на которые тысячи евреев сидят со всех сторон облепили эти корабли пытаются прорвать английскую блокаду сюда где-то у них лондоне начинается голоса которые говорят что бою и мы держим сто тысяч солдат там за что мы делаем что-то несправедливое давать прикрытие английская империя приносит тему из него говорит разбирайтесь на самом деле надеяться что он решит продолжить английскую но это что произошло 29 ноября сорок восьмого года он голосу 47 года он голосует если ты ходишь здесь по улице в то время ты не видишь никого потому что люди сидят дома и слушают трансляцию прямого фильм он голосует о предложении прекратить английскую власть взять эту землю и разделить ее на две части арабское и еврейское государства две независимых структуры и несмотря на то что только часть здешней географии несмотря на то что карта совершенно сумасшедшая на самом деле это форма не совсем живучи и несмотря на то что арабское государство будет арабским но в еврейском государстве 50 50 50 процентов арабов что и в резко но не очень несмотря на все это мы тотально за потому что две тысячи лет мы ждем возрождение независимости здесь вот сейчас там где-то в нью-йорке решается судьба решая да и все эти люди которые секунду назад секунд назад сидели после радио приемников дома выходят на улице и танцы и слезы и так далее на следующий день начинается война наша война с независимость но при этом уже поговорим в следующий раз на самом деле история которая вам сегодня рассказал это только крупицы небольшой микро нано нюанс из огромнейшей темы каждый из этих подпольев это огромнейшая тема вещи которые они делали это огромнейшая тема и люди которые участвовали это дичайшие истории ты ставишь камеры просто сопровождаешь их жизни это круче любого голливудского сюжета кто-то был более мягкий кто-то был более твердые жестких фильмы которого слышали здесь и идея общая в резко независимо здесь и последнее что я хочу рассказать эта история вот этой вот пары людей здесь я в своем прошлом давным-давно работал в музее легхи в Тель-Авиве и там музей легхи кроме того что это музей который говорит о легхи если вы помните тот же дом где погиб там сидит и организация ветеранов есть организация ветеранов легхи все еще сегодня очень пожилые бабушки и дедушки когда я была немножко больше они были немножко менее пожилые и в оборотах они каждую пару месяцев делали и такой вот вечер вообще собираюсь эти ветераны и вот в один дней заходит старушка и когда она заходит там холли как раз стоят двое дядечек таких стареньких и спорят спорят там плохо и один кричит там на улице пенниуда в Тель-Авиве это я же по ним стрелял а другой говорит нет это я по ним стрелял что ты несешь за чушь на самом деле они все время общались как будто это пять минут после после тут заходит старушка очень красивая старушка ты смотришь на ее и ты веришь что она была когда-то в молодости прямо вау бред не просто как внешняя красота пришел человек и рассмотрен на этих вот двоих и орет на них заткнитесь на иврите понятно заткнитесь оба старых пота там никого из вас вообще не было не заткнулись и ушли я постараться с ним поговорить ними сели и она рассказала что и кто и как почему ее зовут ли звали и она была женой мальчика здесь на картинке сначала про неё потом про него она родилась здесь выросла в Тель-Авиве она на самом деле вагана и когда 16 лет она в старшем классе каком-то ее школу посылают на помощь урожай собачь и в этом кибуце рядом с ней вдруг садится высокий такой блондинистый мальчик чуть постарше ее смотрит на нее и первое что они говорит ты будешь моей женой быстро крути вперед она будет выживать и у них мега любовь всех родах постепенно все больше и больше он не открывается и на самом деле скажу про свою жизнь и про то что он на самом деле легкий но ей уже все равно и через какое-то время она тоже легче вместе с ним и его зовут яков граны они празднуют свою свадьбу на крыше дома когда вокруг есть несколько подпольщиков если он поцеплению подполье им раввина похитили чтобы он их поженил реально взяли дома он тоже сопротивлялся понимал все равно вот взяли вот такое подпольное с вами и здесь на фотографии яков граник родился в польше когда варшава захвачена в тридцать девятом году в начале войны он участвует в защите бежал из дому чтобы воевать попадает немецкий плен прыгает с поезда а потом пешком через границы и расстояние сюда там в польше он ветер пришел сюда узнал что это раскололся историю я проскакиваю очень много сейчас потому что драма потрясающая вещи которые они делали вещи которые он делал целую книгу можно писать и написали уже несколько через много лет сорок восьмом году они уже муж и жена оба офицеры армии обороны израиля он в отпуске дома они оба в отпуске это декабрь сорок восьмого года а у граника его подпольная кличка плодов медведь у него такая вот вещь каждый декабрь с ним что происходило когда он был молодым он пошел к гадалке настоящему гадалка и она сказала ему что он погибнет и нужно быть прям очень осторожным то есть будет точно декабре но не обязательно как бы в этом определен через год будь осторожны и каждый декабрь с ним что происходит сейчас не в отпуске тоже 20 числа декабрь почти захочется и вдруг он получает бумажку где могу варить этого обратно в часть начинается новая операция мы заходим в египет у нас мега и он готовится уйти аллея говорит ему чувак подожди еще несколько дней декабрь сейчас закончится серьезно он ушел и она сидит и рассказывает мне это 2004 год через несколько дней говорит она я проснулась утром и я знаю что он погиб проснулась утром знаю что он погиб она берет подругу тоже офицер на джипе едут туда вот на египетскую границу это и сейчас далеко от него тогда полдня когда она приезжает она просит у ребят чтобы взяли ее к телу галлика они говорят что он там где твою и и пока она спорит с ними говорит нет он же погиб его уже нет и так далее возвращается броневик с его телом потом у нее другая жизнь другой муж дети и так далее так далее его никогда не забыла сидела передо мной через кучу лет рассказывала как будто вчера здесь на фотографии как будто вчера 1200 людей лехи 4500 людей это 80 тысяч людей агана вот такие вот ребята не они если мне они не было бы этого места где мы с вами сейчас находимся часть из нас сейчас находится несколько дней назад мы праздновали день зависимости и до этого был день памяти вот они и последние несколько слов когда создана государство израиль лехи собираются на построение первый единственный раз тысячи человек примерно стоят на параде в тель-авиве в тель-авиве в песках смотрят друг на друга они никогда не видели друг друга в таких количествах они были в полной конспирации 2000 человек стоят и командиры лехи говорят следующую вещь мы были под полем когда была чужая власть мы сопротивляемся этой чужой власти чтобы возродить резко независимость сейчас есть резкая независимость мы закончили свое дело нам больше нет причины существования и мы принимаем любое резкое правительство с любым настроем не важно вообще политика права или вообще не важно пусть будет демократическим только еврейская независимость существует мы пошли и лехи те кто в возрасте садятся на грузовики которые ждут рядом и едут мобилизироваться в израильской армии подполье лехи переключает свое существование официально когда их цель достигнута и государство создан 2000 лет назад мы поняли восстание против одной амперии здесь у меня за окном одна из крепостей которые воевали тогда против крим израиль возрождается восстание против другой амперии и вот вам ребят на фотографиях вот следующий раз все-таки скажем почему я вам знаю перевели а пока что как обычно если были предыдущие разы и я вот прям на секунде и поэтому особенно вопросы не задашь если у вас что-то есть давайте быстренько пока нас не выгонят как нам вернуть весь экран привет и если хотите немножко поговорить я с радостью это будет сейчас если не хотите этого спасибо и всего хорошего горя когда у тебя следующая лекция это рубик спросил да привет рубик и ровно через неделю вторник четыре часа почему вы все-таки назвали телевизор мы узнаем тогда вот тогда спасибо большое и увидимся через неделю правда рубик да и всем пока